Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся в нашем регионе, и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Поставлена точка. Блогерши, которая сожгла свой паспорт, вынесен приговор. В один миг мужчина, остановившийся на минуту, стал жертвой грабителя. Самый нужный предмет. На летних каникулах дети изучают безопасность. В Брянске вынесли приговор 22-летней блогерши из города Дядькова Евгения Хоффман. Утром 1 января 2024 года возле ночного клуба она сожгла свой паспорт и напала на посетительницу кафе и нанесла ей серьезную травму. Фигурантка уголовного дела признала свою вину в совершении обоих преступлений. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 3 месяца. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей страны, взыскав с осужденной компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Серьезное преступление выявили и пресекли сотрудники полиции. Двое молодых жителей поселка Климово, 19 и 20 лет, распространяли в интернете в течение 8 месяцев материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Желающим предоставляли ссылки для доступа к приватным каналам. У подозреваемых изъяты мобильные устройства, которые осмотрены с участием специалиста. Из них получена криминалистически значимая информация. Расследование продолжается. О других преступлениях и не только об этом расскажет референт отдела информации и общественных связей регионального ОМВД Егор Диэсперов. Здравствуйте. В Брянской области подведены итоги работы территориальных подразделений органов внутренних дел за полугодие. В ОМВД России по городу Брянску и межмуниципальном отделе ОМВД России Трубчевский итоговые совещания состоялись при начальнике регионального управления ОМВД России полковники полиции Алексея Солдатове. Мероприятия начались с торжественного вручения ведомственных наград наиболее отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. А затем начальники территориальных подразделений полиции выступили с подробными докладами о состоянии дел на обслуживаемой территории, обозначили проблемные вопросы и пути их решения. Подводя итоги проведенных мероприятий, начальник ОМВД России по Брянской области отметил, что во втором полугодии 2024 года усилия личного состава органов внутренних дел должны быть направлены на оздоровление криминогенной обстановки на территории обслуживания, обеспечение безопасности проживающих там граждан, защиту их имущества от преступных посягательств. Сотрудники ОМВД России по Брянской области в взаимодействии с коллегами других силовых ведомств проверили соблюдение требований миграционного законодательства иностранными гражданами на объекте торговли в Советском районе. Проверено 50 человек, из которых 35 – иностранные граждане. За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя привлечены два гражданина Российской Федерации. В отношении еще двух иностранцев составлены протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Судом они привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 2 тысяч рублей с удворением за пределы страны. Мои коллеги в течение семи дней принимали участие в проведении первого этапа межведомственного профилактического мероприятия «Подросток-правонарушитель». В рамках операции стражи правопорядка выявили факты нарушения закона несовершеннолетними, а также попытки вовлечения подростков в противозаконную деятельность. В течение недели полицейские проверили более 7,5 тысяч несовершеннолетних и 623 родителя. Провели более тысячи профилактических бесед о безопасности в летний период с вручением памяток. На профилактический учет поставлено 49 подростков и 24 неблагополучных родителя. В отношении несовершеннолетних составлено 66 административных протоколов, два подростка помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Брянские полицейские расследуют мошенничество, совершенное в магазине электроники. С заявлением в полицию обратился управляющий магазином в советском районе. Он предоставил записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина переклеивает штрих-код с коробки с дорогой игровой мышью для компьютера на упаковку с более дешевым аналогом. В результате на кассе он оплатил 699 рублей, а фактически унес с собой товар стоимостью более 5 тысяч рублей. Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 41-летний житель Брянска, ранее не имевший проблем с законом. Фигурант дал признательные показания и добровольно выдал приобретенную обманным путем компьютерную мышь. В Брянске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже 200 тысяч рублей из рюкзака. В пропажу денежных средств из кармана рюкзака 34-летняя жительница Бежицкого района Брянска обнаружила маршрутным такси после того, как подозрительная незнакомка, которая стояла слишком близко от нее, торопливо вышла на очередной остановке. В течение суток полицейским удалось установить, что краже денег причастна та самая пассажирка из маршрутки. Неоднократно ранее судимая 44-летняя жительница Брянска была задержана по месту жительства. Она дала признательные показания и добровольно выдала 175 тысяч рублей. Остальные деньги женщина успела потратить. Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Так, сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о возможной причастности к противоправной деятельности жителя Фокинского района Брянска. В ходе обысков в жилье и гараже 59-летнего мужчины, ранее не имевшего проблем с законом, полицейские изъяли гранату Ф-1, револьвер, пистолет Макарова, 35 патронов различного калибра и порох. По данному факту назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Брянске оперативно задержали уличного грабителя. Молодой злоумышленник сорвал с прохожего золотую цепочку стоимостью около 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в Беженском районе Брянска. По словам потерпевшего, 53-летнего местного жителя, он шел по улице и остановился на минуту, чтобы поправить одежду. В этот момент к нему неожиданно подбежал незнакомец и, сорвав с его шеи массивную золотую цепочку, скрылся во дворах. Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемый в совершении грабежа был задержан в течение нескольких дней. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек без определенного места жительства, находящийся в федеральном розыске. Похищенную цепочку задержанный успел сдать в ломбард, выручив за нее 70 тысяч рублей. Вскоре ювелирное изделие будет изъято и возвращено владельцу. Любой гражданин имеет право обратиться с заявлением в тот или иной государственный орган. А предусмотрена ли ответственность за отказ государственного органа принять жалобу? Этот вопрос мы задали старшему прокурору отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Брянской областной прокуратуры Светлане Жюре. Здравствуйте. Порядок рассмотрения обращений граждан регламентирован федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. В соответствии со статьей 9 закона обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией подлежит обязательному рассмотрению. Необоснованный отказ в принятии жалобы гражданина является нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, установленного федеральным законодательством. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влекущее наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Также статья 18 закона предусматривает, что гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального беда, причиненное незаконными действиям, бездействием государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения по решению суда. Транспортные полицейские совместно с железнодорожниками на станции Клинцы провели мероприятие, направленное на предупреждение травматизма и пресечения правонарушений на объектах ЖД-транспорта. Участники акции «Безопасная дорога» разъясняли подросткам и сопровождающим их взрослым о недопущении противоправного поведения и нарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Все участники мероприятия получили красочные тематические памятки. На федеральной трассе в брянском селе Олешния семья на легковушке попала под большегруз о последствиях страшной аварии в нашем следующем материале. Смета Волга в кювете и разбитый большегруз. Эти страшные кадры – напоминание того, какие могут быть последствия аварии автомобилей из разных весовых категорий. Утром в субботу семья поехала на Святой Источник за водой, но вернуться домой не успели. Набрали воду, подъехали к перекрестку, поехали, все нормально было дальше, и я не помню, как это произошло. Я вижу, что меня взад ударили, и получается выкинуло меня. То есть ВТП произошло с этим грузовым автомобилем? С правой стороны, с моей стороны, выкинуло от удара в совсем другую сторону. Я это вижу. Теперь я отошел. Маневры вы никакие провоцирующие не совершали, двигались в прямом направлении, правильно? Я там потихонечку ехал, у меня нет оборотов, у меня не та машина, чтобы гнать. Самый большой, если ехал, может быть, 70, не больше. В результате ДТП погибла пассажирка. Водитель «Волги» и 13-летняя девочка были госпитализированы. Увидев машину, «Волгу», выехал на расстоянии километров 500 метров далеко, сразу прижался к обочине, к правой, к своей. Ехал по обочине, немного вилял. Я догонял его, как и скидывал скорость. И приближался. И когда приближался метров 20-30, включил левый поворотник, чтобы обойти его по своей полосе, не уходя навстречу. Он резко начал поворачивать налево, без включения поворотника. Я ушел на встречную полосу, избежать столкновения. И произошло столкновение. Я ехал за фурой, ехали 80 км в час. Приближаясь к фуре, водитель фуры включил левый поворотник и дал резко по тормозам. Вследствие чего я тоже резко дал по тормозам, начал уходить направо, а водитель фуры начал уходить налево, то есть на встречную полосу. После чего водитель фуры оказался на встречной полосе, ну, остановился. Мы проезжаем, получается, проехали фуру, смотрим налево, и с левой стороны дороги машина «Волга» в Кювете. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, продолжают устанавливать. Летние каникулы продолжаются, как и работа со школьниками Брянского МЧС. Инспекторы Госпошнадзора и сотрудники ГИМС рассказали отдыхающим детского лагеря «Тимуровец» о пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в летний период. Также напомнили о правилах при использовании электрических приборов и газового оборудования. Огнеборцы продемонстрировали ребятам пожарную технику и спасательное оборудование, рассказали о трудовых буднях, показали боевое развертывание. Также сотрудники пожарного ведомства провели практическую тренировку по эвакуации детей и дежурного персонала, в ходе которой была отмечена подготовленность и слаженность. И до сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи!